Сегодня у нас 17 декабря 2020 года. Тема нашего вебинара «Как привести себя в порядок за две недели до праздников» и, собственно, как потом более-менее прилично выглядеть. И будем мы разговаривать, конечно же, на тему преимущественного ухода за кожей лица, но немножечко и про тело поговорим. Кроме того, бонусом я, наверное, в конце, если успею, поделюсь своими личными, такими, можно сказать, лайфхаками, в том числе, для кого это актуально, как можно так ненавязчиво килограммчика три к праздникам скинуть, потому что потом придется их набрать, скорее всего. Поэтому, если такая информация вдруг кому-то будет интересна, я постараюсь рассказать свой личный опыт, как это все можно организовать без всяких жестких каких-то ограничений. основные проблемы состояния кожи, которые, собственно, можно быстро и консервативно устранить. Традиционно мы это все вспоминаем из года в год. Какие-то появляются, возможно, новые средства, при помощи которых мы можем это сделать быстрее или эффективнее. Но суть одна, мы быстро можем убрать такие явления и, в принципе, помочь себе выглядеть лучше, если кожа обезвоженная, потому что это состояние, не тип кожи, как бывает, что люди далекие от косметологии путают, чувствительную кожу считают типом или обезвоженной кожи. На самом деле это состояние, в котором может находиться любая кожа, и жирная, и комбинированная, и нормальная, и сухая. Сухая чаще, кстати, бывает обезвоженной из-за того, что ей не хватает собственных липидов, и влагу удерживать тяжело. А жирная кожа бывает очень часто обезвоженной, потому что жирная кожа склонна к воспалениям, зачастую бывает. И вот эти все средства, которые используют против акне, например, и против каких-то воспалительных явлений на коже, они зачастую кожу тоже подсушивают, лишают ее барьерного слоя, гидролипидную пленку разрушают. И таким образом кожа тоже начинает терять влагу и становится жирной, но обезвоженной. И очень часто, тоже не устаю об этом повторять, пациенты путают свою жирную кожу, считают сухую, начинают покупать жирный крем, а на самом деле она у них просто стала обезвоженная в результате агрессивного ухода, к примеру. И нужно просто восполнить количество влаги и создать заново, восстановить барьерную функцию. Вторая проблема, которая часто присутствует, особенно когда есть проблемы с осанкой, и когда сидячий образ жизни, когда спорт, как говорится, мало присутствует в нашем гиподинамическом образе жизни, это отечность. Отечность имеется в виду как раз такая функциональная, которая не связана с патологиями внутренними, какими-то ни сердечно-сосудистыми недостаточностями, ни с патологиями мочеводелительной системы, но такая отечность и постозность, особенно вкупе с, например, деформационным типом старения, это такая проблема, в общем, достаточно распространенная. И если отечность немножечко устранить, подснять, то лицо, например, становится более четким, кажется, как будто человек похудел, да, вот как если кто делает процедуру микротоковой терапии, например, профессиональной самым своим клиентам, клиенты встают и говорят, ой, а я как будто похудела. Вот это как раз связано с тем, что действительно убираем лишнюю жидкость из области лица и шеи, и лицо становится более таким оформленным. Кроме того, такая проблема, как тусклый цвет кожи, который не вследствие каких-то проблем с гемодинамикой, да, и с микроциркуляцией серьезных происходит, а именно вследствие гиперкератозы, то есть такая, ну, в общем, визуальная неухоженность, тусклый цвет кожи, который связан именно с тем, что кожа плохо отшелушивается. Особенно это характерно для возраста уже за, там, грубо говоря, 40-45, когда мы регулярно не стимулируем обновление кожи какими-то специальными средствами, а мы живем, как живется, как говорится. И действительно с возрастом кожа начинает обновляться медленнее, тусклый цвет присутствует из-за того, что нарастает вот этот слой неотшелушенных мертвых роговых чешуй, кератиноцитов на поверхности кожи. И это, на самом деле, очень легко устранить и получить свежее лицо. То есть мы делаем какой-нибудь легкий пилинг, да, неагрессивный а-ля эндзимная пектиновая маска наша знаменитая, и получаем сразу же в тот же день уже более свежее и симпатичное лицо. Ну да, что говорить про 60+, ну да, действительно, чем ближе к менопаузе, чем уже в самой менопаузе, естественно, у нас цикл обновления кожи удлиняется. И если у нас, например, в молодом возрасте кожа обновляется в среднем за время, равное, например, у женщин менструальному циклу, да, то есть за, там, 28-30 дней, то уже в возрасте, скажем так, после 40 лет уже кожа может обновляться и в течение двух месяцев. Это как раз очень хорошо видно по заживлению каких-то повреждений или по устранению пигментных пятен, пятен застойных постакна, к примеру. Да, если у нас в 25 лет вылез прыщ и потом через, там, пару дней ушел, и пятушка постакна еще через, там, пару недель исчезла, да, или, там, через месяц, то, к сожалению, к сожалению, в возрасте уже за 40 это пятно постакна, да, после спалительной пигментации может персистировать и полгода, и, ну, раз даже больше. Да, пектиновая маска, я согласна, один из моих личных фаворитов. Вот, и моих, и моего старшего ребенка-подростка, вот, которым как раз тоже такие вещи нужны. И, собственно, четвертая проблема – это тоничная кожа, нарушение микроциркуляции, то есть, как я уже говорила, вследствие гиподинамии, недостаток кислорода, прогулок и прочего, ну, и вообще подвижного образа жизни. Микроциркуляция, конечно, тоже страдает, нарушается, кожа тоже становится тоничной. Такой есть симптом курильщика, да, так называемая кожа курильщика, и, собственно, я тоже упоминаю очень часто об этом, хотя не всегда вот эта вот кожа курильщика, так называемая, бывает непосредственно у курильщиков, у которых нарушение микроциркуляции связано именно с систематическим попаданием никотина в организм, и с сужением сосудов, и с нарушением тонуса сосудистой стенки. На самом деле достаточно работать где-нибудь в полуподвальном помещении, как я обычно люблю говорить, ну, или вообще просто вести такой, как бы, не очень подвижный образ жизни, получать мало кислорода, кровоток у нас в сидячем по 12 часов за компьютером состоянии тоже не очень хорошо происходит, и получается та же самая такая тоничная кожа курильщика. Так вот, эти проблемы, в принципе, можно попытаться решить за достаточно короткий срок, и, собственно, что для этого нужно? То есть нужно восстановить защитные и влагодерживающие свойства кожи, для этого у нас есть, например, средства, которые содержат компоненты глубоко проникающие и увлажняющие, такие как ультра- и низкомолекулярная гиалуроновая кислота, ну, самый такой простой пример – это сыворотки 3D-увлажнения и интенсив омоложения, которые, собственно, наши такие уже себя зарекомендовавшие, и все о них знают. И там действительно содержатся маломолекулярные формы гиалуроновой кислоты, которые способны преодолеть эпидермальный барьер. То есть они работают по принципу заместительной терапии. То есть мы нанесли эту сыворотку, и буквально там через секунду кожа становится увлажненной и бархатистой. Другое дело, что если барьерная функция нарушена, то эта влага так же быстро и уйдет с кожи. На самом деле, все-таки влагу мы получаем не из атмосферы, основное ее количество. То есть да, мы можем, как заместительная терапия, привнести каких-то компонентов увлажняющих в 103, но основное количество влаги мы получаем из капилляров дермы. То есть это зависит как раз от питьевого режима, насколько человек вообще достаточно пьет. Это зависит от активности той же самой микроциркуляции, от тонуса сосудов, капилляров, от отсутствия отеков, которые сдавливают эти капилляры. И поэтому, конечно, влагу надо не только привнести, но и удержать. Поэтому используются как раз и в самих средствах, которые содержат компоненты, работающие по принципу заместительной терапии. И они же содержат еще и, например, высокомолекулярную гиалуроновую кислоту, или хитозан, или фукогель, биосахаридную смолу. Какие-то компоненты, которые создают дышащую микропленочку на поверхности кожи и удерживают эту влагу. Кроме того, естественно, у нас агрессивные всякие факторы среды внешней на нас воздействуют. И сейчас зимой это вдвойне агрессивно, потому что зимой работают отопительные приборы, зимой резкий перепад температур, кожа постоянно вынуждена адаптироваться к этим перепадам. И, естественно, она влагу теряет, она становится более чувствительной, она становится иной раз обезвоженной и пересушенной, особенно если она к этому склонна. И поэтому, конечно, надо восстанавливать именно саму барьерную функцию. И для этого, конечно же, используются какие-то средства, которые создают или имитируют эту барьерную функцию, то есть привносят те компоненты, которые в норме должны у нас вырабатываться сами, например, церамиды те же самые эпидермальные. И вот в связи с этим как раз я хочу осуществить прямо жесткий пиар новой нашей новинки, потому что наконец-то мы дождались, потому что я уже не ожидала, что мы успеем зимой к самому сезону ее выпустить, потому что все это, конечно, сейчас в связи с пандемией затягиваются многие процессы, регистрационные поставки сырья и так далее. Но, слава богу, все вышло удачно. И у нас буквально вчера привезли на склад первую партию нашего церамид-скинсейвера, кто на самом деле нас знает хорошо и мониторит наши соцсети и так далее, они, конечно, знают, что мы уже давно ждем и давно уже тестируем целый год это средство. И это церамидный гель безводный на масляно-силиконовой основе. И вот эта штука как раз может очень хорошо использоваться как защитное средство именно в зимний период. И может использоваться и для детей, и для взрослых на самом деле. И вот это как раз такой must-have зимний. И самое удачное то, что помимо защиты от мороза, естественно, от каких-то перепадов температур, этот гель разрабатывался, естественно, это профлиния, и он разрабатывался для облегчения реабилитационного периода после пилингов, то есть после каких-то шлифовок, после, допустим, каких-то повреждающих агрессивных процедур, то есть когда уже корочки образуются. То есть мы все знаем наш любимый гель интенсив регенерации, которую можно сразу после повреждения кожи наносить, чтобы она быстрее заживала, чтобы рубец не образовывался какой-нибудь там нехороший, нехороший, да, чтобы у нас эластичность кожи сохранялась, то есть именно ускоряющий заживление. Но когда уже образуются корки, у нас ничего не было такого питательного, такого жирненького, чтобы можно было именно облегчить период реабилитационный, когда идет именно вот это вот трескание кожи, как говорят пациенты, кожа трескается, как в пустыне Сахара. И на самом деле мы долго ждали вот это вот средство, которое барьерное, и вот его как раз можно использовать после пилингов. Можно использовать во время пилингов для защиты каких-то чувствительных зон, его можно использовать, вообще отлично использовать, мы все его в период клинических испытаний использовали на кожу, например, суховатую вокруг глаз, на губы, на кутикулу, на локти, то есть везде, где есть хоть какая-то сухость. То есть, естественно, можно использовать при атопическом дерматите, ну, при атопическом дерматите, там понятно, все надо пробовать, кому-то одно подходит, кому-то другое, но когда сухой дерматит, например, вот такая вот текстура безводная, масло-силикон, как раз вот очень хороша для именно тоже устранения сухости, для, как говорится, коррекции гиперкератоза. Да, не знаю, попробовали вы уже или нет, наверное, еще не успели попробовать, но попробуйте. На самом деле, вот эта штука как раз зимой очень хороша. Еще, естественно, те, кто увлекается, да, постпилинг можно давать вместе с регенерацией, и с SPF 50, вот, то есть, как бы, такой прям наборчик можно делать. Еще хотела сказать, что так как здесь основа, она такая очень хитрая, и она, как бы, является, на самом деле, кто вот декоративной косметикой, визажем увлекается, отличным совершенно праймером под макияж, потому что здесь у нас масла, там целый комплекс масел, на самом деле, там и витамин F, линолин и аналиновая кислота, и там и масляный экстракт календула, и масло авокадо, масло органы, масло виноградной косточки, масло зародшей пшеницы, вот. Ну, а со мной, там, биоцерамидный комплекс, еще с безобалулом добавленным, вот, и витамины А и Е, да, то есть, как антиоксиданты. Но вот эта масляная фаза, она без воды, то есть, она в силиконовой основе, и силиконы здесь не страшные, которые все боятся, которые любят читать желтую прессу, на самом деле, силикон – это достаточно инертный материал, и прекрасно используется как раз и в декоративной косметике, и в реабилитационных каких-то средствах, на самом деле, силикогели, которые после пилингов назначают, многие знают, но только они вот этих уходовых компонентов, как правило, не содержат. Так вот, здесь два силиконовых компонента – летучий силикон циклопентасилоксан и димитиканол, то есть, димитиконовый силиконовый полимер. И они как бы убирают жирность, дают вот эту бархатистость, то есть, когда мы вот эту сыворочку наносим, не знаю, удастся ли мне в камеру показать, конечно, мы ее, когда наносим, получается, сейчас попробую изобразить, такой как бы жирненькая текстура. Вот, а если мы вот сейчас, пока я буду разговаривать, она у меня впитается, а если мы подождем минутки 3-4, да, ну, может быть, максимум 5, то она становится матой, ну, даже быстрее становится, здесь чуть-чуть нанести, она у меня уже матовеет, и это прекрасный совершенно праймер под мейк, то есть, он как бы восстанавливает рельеф, поры, можно сказать, не так видны. Да, оно прозрачное, как гель, да, оно прозрачное, как гель, сейчас попробую еще раз прям капнуть под камеру. Вот. Но это не гель с водой, то есть, это не гель с водой, это масло и силиконы, и активы, растворенные в них, жирорастворимые. То есть, это очень классная штука, на самом деле. Вот, есть подобные аналоги, ну, в некоторых профессиональных марках, да, которыми как раз закрывают чувствительные зоны, да, но они, как правило, просто, ну, силиконовые гели, все, и без всяких там особо активов барьерных, и церамидов тем более. А здесь как раз именно такое лечебно-профилактическое средство. После Дженснера, и даже после ТСА, и после кислотных пилингов, в принципе, после любого пилинга, где идет крупное или мелкопластинчатое шелушение, где образуются корки, его можно давать. И, соответственно, применять его нужно с 4-5 дня, ну, после пилинга, когда уже как раз эти корки начинают образовываться. Потому что сначала, когда идет активное заживление, и кожа повреждена, ну, фактически, открытая рана, да. Что-то нас в другую сторону понесло. Вот, в сторону пилинга. Пилинги мы перед Новым годом не делаем никогда. А то мы будем, как это, как ее, из секса в большом городе, который предотвестен мероприятиям. Саманта сделала пилинг и пришла в этой сетке, как у пчеловода. Если кто смотрел. На самом деле, на 4-5 день где-то. То есть мы сначала используем регенерацию, как гелевое средство заживляющее, а когда уже начинают корочки образовываться, то есть идет эпитеризация уже активная, тогда уже для смягчения этих корочек, чтобы у пациента не было соблазна их отковыривать, да, и создавать себе потом пигментные пятна на этом месте, вот это мы наносим цераминский сейвер. И когда мы сам пилинг проводим, мы зону вокруг губ, зону вокруг глаз, вокруг крыльев носа, которые чувствительны, да, у некоторых вот здесь тоже реагируют очень сильно на пилинги кожи. Здесь мы можем все закрыть вот этим вот средством, и туда у нас, как говорится, пилинг не будет агрессивно воздействовать. По цене он, если я не ошибаюсь, идет в розницу 1230, минус ваш скидка специалиста, естественно, который вы знаете, плюс промокоды все, которые можно использовать. Вот, то есть цераминский сейвер, конечно, сейчас вовремя прям вышел, когда морозы начинаются, вот прям когда он нужен. В быту. В проф, конечно, он нужен постоянно, такое средство. Значит, по поводу защитных средств, защитных свойств кожи и привнесения туда активных компонентов, глубоко увлажняющих ее, мы, как говорится, с вами поговорили, лимфодренаж. Что можно сделать с лимфодренажем? У нас, на самом деле, на канале есть даже коротенькое видео из влога про отеки, где я показываю, как можно за 5 минут себя немножечко продренажить зону. И, наверное, в качестве лайфхака я чуть-чуть повторю, что на самом деле действительно за пару недель, если до ответственного события вы не поленитесь один хотя бы раз в день, вечером, или утром и вечером сделать себе самому легкий лимфодренаж, то у вас лицо будет выглядеть гораздо свежее уже где-то по 5-6 день. Вот на себе проверено. Иногда, конечно, лень, иногда, конечно, сапожник без сапог, и не до этого. Но когда прям вот хочешь поставить цель какую-то, то можно себя организовать. И когда мы утром умываемся, или там, допустим, делаем пару раз в неделю вот эту интимную маску, по ней можно делать массаж, когда мы наносим какие-то средства на лицо, можно это делать, как раз используя классические лимфодренажные движения, которые любой массажист или врач ЛФК знает наизусть еще со времен института. И, собственно, главное не забывать прокачивать лимфоузлы регионарные. И как бы иногда очень часто это забывают делать люди, которые занимаются самым массажем, смотрят всякие ролики на Ютубе, они делают массаж, не прокачав лимфоузлы, и вся эта влага остается. И потом думают, а почему отек, наоборот, усугубился. Потому что, если мы крышечку с тюбика не снимем, мы будем оттуда что-то выдавливать, к сожалению, выдавить не получится. Поэтому не забываем над ключицей вот эти лимфоузлы прокачать, то есть аккуратненько не надавливая, потому что лимфоузлы у нас находятся совсем поверхностно, где-то миллиметр-три под кожей всего лишь. То есть такими мягкими движениями потом можно прокачать и подключиться, и можно растереть. И вот тогда можно сделать уже лимфодренажный массаж. Интересно показать вообще, как чего делать, или это может быть вам всем уже известно. Вот, если эта тема нужна, то я могу прям показать несколько движений, которые в принципе я своим даже пациентам рекомендую для, как говорится, особенно с пастозными лицами, которые в общем-то дома это выполняют и поддерживают себя в достаточно хорошем состоянии. Ну, после того, как хорошо я поняла, полезный лимфхак, поделюсь. Значит, после того, как мы прокачали лимфоузлы, у нас идет движение по боковой поверхности шеи, да, вот у нас грудинно-ключично-сосовидная мышца, да, как ориентир. Мы ставим руку, попробую, вот так, да, и ведем опять-таки в сторону ключицы. То есть, мы все пытаемся согнать в сторону ключицы, чтобы это потом ушло в грудной проток и дальше в цистерну хюли лимфа ушла, да, то есть, мы прямо с двух сторон вот такими движениями 10-15 раз проводим и, соответственно, разгружаем эту зону. Потом у нас идет зона за шеей, да, попробую показать, вот так вот. Не знаю, видно там, в камеру не видно. Вот, и, соответственно, разгружаем заднюю поверхность, то есть, как бы, тоже ведем практически к плечам. Вот, после этого у нас можем разгрузить зону вот эту, да, то есть, мы ставим вот эти теноры прям под подбородок, не знаю, у меня, наверное, микрофон, я с одной стороны покажу, но и двух сторон делаю, чтобы микрофон не задевать. И вот так вот ведем к мочке уха и опять-таки тоже вниз. И вот так вот мы, собственно, так делаем опять-таки 10-15 раз. Вот, потом мы можем поставить два пальца. Сейчас сниму. попробую. Вот так вот. Два пальца или кому-то удобно. Вот так. И разгрузить, разгрузить вот эти вот, попробую сделать, слышно я или нет. Разгрузить лимфоузлы крупные, которые у нас переднеушные, заднеушные расположения имеют, да, то есть, в области козелка и за ушком тоже есть крупные лимфоузлы. и, соответственно, можем вот так это место разгрузить. Вот так. Вот. Дальше мы, сейчас я не планировала показывать массаж, думала только упомянуть, поэтому не так, с микрофоном вам удобно или нет. Потом мы, соответственно, ставим вот так руку и разгружаем зону средней третьей лица. и, соответственно, когда мы приходим опять-таки вот сюда, в эту область, да, мы всегда все сбрасываем вниз. Вот. Потом мы разгружаем самое такое место, где у нас отечность чаще всего бывает, зону вокруг глаз, то есть, мы ведем потихонечку вокруг, ну, по круговой мышце глаза и дальше вдоль носогубной складочки тоже спускаем это вниз, тоже потихонечку, поверхности, не давя, то есть, у нас все лимфодренажные движения, они осуществляются медленно-медленно и очень поверхностно, легонечко совсем. Вот. И разгружаем эту зону, потом у нас лоб, соответственно, вот так тоже через висок, через козелок, где у нас лимфоузлы. Вот. Потом мы можем, в принципе, вот такими вот движениями тоже продренажить. И дальше мы возвращаемся опять-таки вниз, да, можем уже там не 10-15 раз сделать, а просто буквально там по три-пять раз пройтись и вернуться вниз, прокачать снова лимфоузлы. И, собственно, вот у нас лимфодренаж закончен. Как правило, минут за пять мы это все можем успеть сделать. Вот. Понятно было? более-менее видно было. Вот. Если что, задавайте вопрос. На самом деле, такой очень простой способ, не претендующий ни на какие там методики и все прочее. На самом деле, очень легко вот это, вот эти телодвижения, да, когда мы делаем, разгружаем зону вот шеи, головы и шеи, да, избавляем от лишней жидкости, при этом стараться держать осаночку более-менее ровно. Даже бывает, что вот голова начинает болеть, какая-то мигрень такая приходит и вот сделал такой массажик и бац, она проходит. То есть, многие вот это замечают и я сама тоже замечала, что помогает иной раз от, даже избавиться от головной боли, когда она еще не совсем такая прям ужасная, агрессивная напала на нас. Вот. То есть, лимфодренаж вещь хорошая, да, соответственно, чтобы усилить дренажный эффект и использовать какие-то средства косметические с дренажным эффектом, мы выбираем средства, которые имеют какие-то лифтинговые компоненты, да, то есть, потому что, как правило, если в составе есть какие-то сосудоукрепляющие компоненты, есть дмай, есть, допустим, кофеин, они все запускают тоже кровоток, влияют на лимфоток, и лимфодренаж будет более эффективный. Ну, честно говоря, даже если вы просто по сухой коже аккуратненько сделаете лимфодренаж руками, и то будет лучше, чем если вы это не сделаете. Вот. Поэтому лимфодренаж нужен, желательно ежедневно, тогда через две недели мы будем значительно лучше выглядеть. устранение гиперкератоза, это как раз к вопросу о том, когда кожа плохо обновляется, да, тут я уже, как говорится, рассказала, что проще всего легким пилингом, энзимной пектиновой маской нашей любимой, два раза в неделю нанести его или под пленку, или наносить его под сам массаж влажными ручками, этот легкий пилинг, смывать, смывать, естественно, я всегда рекомендую вот такими вот салфеточками, которые в рулонь продаются, которым мы снимаем макияж, да, макияж делаем, да, в салоне, вот, и за счет трения мягкого вот этой салфеточки намоченной водой по кожу еще дополнительно такой, как бы, идет эффект эксфалиации, очень хорошо, лицо сразу становится такое гладкое, ухоженное, то есть, когда энзимку сделал, еще есть такой лайфхак, которым я, ну, опасаюсь делиться, конечно, как бы, во всеуслышание, но многие это используют, у нас есть в линии Боди скраб энергии обновления, не все об этом знают, такой, не самый распиаренный, скажем так, наш препарат, не самый известный, ну, потому что в основном с лицом народ работает, да, по телу мало кто работает активно, вот, я поняла, но суть в чем, кто пробовал хоть раз вот этот наш скраб из серии Боди, обращал, наверное, внимание, что там очень мелкий, очень гладкий абразив, его там очень-очень много, на самом деле, когда мы его тестировали, запускали, у нас даже была такая ситуация, когда ко мне пришла в кабинет разработчица, наш химик-технолог, и мы с ней как раз, вот, про этот скраб общались до этого, и она мне принесла тестовый образец, и говорит, слушай, что-то я многовато, по-моему, абразива положила, мне кажется, прям много, я попробовала, и почувствовала, что он прям полирует кожу, я говорю, Оля, оставляй, конечно же, это будет его вообще фишка самая лучшая, на самом деле, действительно, вот это количество абразива в этом скрабе много, когда его, да, и то, что он такой гладкий, нежный, несмотря на то, что это пемза, кстати, пемза не вредит, в отличие от микрогранул полиэтилена окружающей среде, что тоже важно, вот, но суть не в этом, суть в том, что даже кожу лица она не травмирует, то есть это не косточки, которые царапают, это не какие-то вот абразивные частицы, плохо отшлифованные, она очень мягкая, но для лица, соответственно, мы этот скраб официально не позиционируем, потому что этот абразив, согласно документам, предназначен для использования по телу, вот, плюс еще он содержит антицеллюлитные всякие компоненты, является электропроводным, то есть его не обязательно смывать перед тем, как процедуры какие-то по телу делать, но суть в том, что если, допустим, надо хорошо отшелушить грубую гиперкератозную кожу, можно сделать энзимную маску, положить ее под пленку, потом снять, смыть, и немножечко помассировать, естественно, не наяривая, там, как говорится, очень сильно, вот этим скрабом лицо, и тоже получается прямо очень гладенькая кожа, и очень хорошо убирает гиперкератоз. Конечно, я не сторонник использования скраба на лице, особенно часто в использовании, то есть не чаще, чем раз, там, две недели, опять-таки, при жирно-комбинированной грубой коже, конечно, если тонкая, чувствительная кожа, близко сосуды, расположенные скрабы, вообще не надо использовать, но когда кожа, ну, вот у меня, например, она комбинированная, достаточно грубоватая, и если я, например, не буду отшелушивать в своем возрасте, то я буду иметь ту самую тусклую гиперкератозную кожу и забитые поры, вот, поэтому я иногда, честно говоря, беру нашу энергию обновления и использую его на лицо. Соответственно, можно вот это тоже взять на вооружение, но, конечно, как говорится, с осторожностью, потому что такой нескромный, вопрос, ну, скажем так, еще чуть-чуть и будет 50, вот, поэтому я уже в той категории нахожусь, которая обновляется за два месяца, мне приходится это делать, собственно, регулярно, если я хочу более-менее нормально выглядеть, спасибо, может быть, это по экрану так кажется, вот, спасибо большое, вот, нарвалась на комплимент, на самом деле, я, конечно, отношусь к сапожнику без сапог, я не использую никаких себе инъекционных процедур, у меня нет времени делать себе самой какую-то аппаратку, честно сказать, да, вот, поэтому, конечно, все, что я с собой могу делать регулярно, это домашний уход, и вообще, я считаю, что домашний уход, грамотно подобранный, это вообще 80% успеха работы с любым пациентом, потому что, если ты скорректировал хорошо уход, назначил лечение, то человек даже в случае какого-то патологического состояния гораздо быстрее придет в ремиссию, чем если он будет сам развлекаться путем экспериментов над собой средствами масс-маркета, вот, значит, активизация кровообращения, то есть гиперкератозму устранили, лимфотренаж сделали, кровообращение мы должны улучшать, ну, естественно, понятно, спорт – это жизнь, да, но не все могут себя заставить, и, собственно, да, Ольга, я согласна, потому что почему-то люди, не работающие, да, в этой сфере думают, что косметологи, наверное, только тем и занимаются, что после работы остаются все процедуры делают или друг дружки, на самом деле у всех косметологов, во-первых, много работы, во-вторых, тоже есть семьи, и есть много чем заняться, кроме как себя украшать, вот, поэтому мы в основном украшаем своих пациентов, а не себя. Значит, активизация кровообращения, вернемся к нашей теме, да, что мы можем сделать, мы можем использовать те средства, в уходе которые будут активизировать кровообращение путем укрепления стенок сосудов, то есть вазопротекторы, всем известные, те, которые используются в всяких средствах для поверхностного рикоза, предназначенные, ну, опять-таки, кто с нами давно, прекрасно знает наш антикуперозный гель, со всеми вазопротекторами, которыми только можно придумать, то есть с конским каштаном, листьями красного винограда, с троксирутином небезызвестным и со всякими еще такими компонентами, которые не являются непосредственно вазопротекторами, но выполняют антиэйдж-функцию, это витамин С и ДМАЕ, и, кроме того, в антикуперозном геле есть неоцин, никотиновая кислота, вот он как раз самый каверзный, и, несмотря на то, что антикуперозный гель, это, наверное, один из самых популярных наших препаратов, и он действительно многим помог, есть часть людей, у которых повышенная чувствительность к никотиновой кислоте вызывает вот эти покраснения вспыхивания, ну, как если кто когда-нибудь делал инъекции никотиновой кислоты, да, то знает, как если ввели внутримышечную никотинку, да, или внутривенность, сразу вспыхивает пятнами лицо, например, да, и тахикардия начинается, особенно если быстро введут, то, что нельзя делать, да, вот, на самом деле никотиновой кислоты у нас в антикуперозном геле совсем чуть-чуть, да, то есть, спасибо, то есть там ее меньше 1%, она на самом деле там работает как, так сказать, подстегнуть, чтобы сосуды, тонус их улучшит, но в безопасном для них режиме, но, да, есть действительно люди, у кого особенно близко очень расположены сосуды, тонкая кожа, чувствительная кожа, и, собственно, такая предрасположенность, собственно, есть у таких людей, например, повышенная чувствительность к никотиновой кислоте, да, действительно надо проверять, надо всегда пробничек сперводать, или покупать пробничек, или маленький какой-то объем, и тогда смотреть, как кожа реагирует, причем есть наблюдения, конечно, о которых многие тоже знают, что когда ты там 2-3 недели попользовался на ночь, да, чтобы не краснеть с утра тактикуперозного геля, и действительно кожа привыкает, и уже не краснеет, то есть не реагирует на никотинку, а вот, собственно, сама эффективность компонентов сосудокрепляющих, она проявляется накопительным вариантом, то есть есть накопительный эффект у нее, и, то есть человек, если был склонен к покраснению, например, при какой-то физической нагрузке, когда он там шел пешком, быстрым шагом, или еще что-то, и сильно краснел, допустим, после того, как он начал пользоваться регулярно антикуперозным гелем, например, каждый вечер, он становится менее чувствительным к таким вот провоцирующим факторам, которые вызывают прилив крови к лицу, но это, конечно, не означает, что ему надо начинать бегать за автобусами, срочно пить горячие напитки, там или красное вино, но на самом деле улучшает ситуацию. Кроме того, у кого, допустим, антикуперозный гель действительно слишком какую-то сильную реакцию вызывает, такое тоже может быть, хоть и редко, есть более мягкие венотоники у нас в линейке, естественно, это серия Нео с липосомальным дегидрокверцитином, который сам по себе тоже хорошо, благоприятно сосуд действует, но вот в этой серии есть лосьон-концентрат Нео, который тоже наверняка многие знают, это тоник, такой как бы лосьон-концентрат, который используется и в профпроцедурах, но учитывая то, что он продается в флаконах и имеет текстуру тоника, я его всегда очень рекомендую пациентам, особенно взрослым, с тоничной кожей, с тусклой, с нарушенной микроциркуляцией, кожу курильщика, та же самая, именно использовать ежедневно дом как тоник, шикарный совершенно тоник для 40+. И с этой же пометкой Нео, Нео это означает, что липосомальный дегидрокверцетин в составе средства есть гель для сухой нормальной кожи Нео, тоже в серии Hydratation. И вот у него точно такой же состав, как у лосьон-концентрата, там буквально незначительное отличие, просто гелевая текстура. И в лосьон-концентрате, естественно, концентрация ингредиентов больше, то есть там, например, 10% липосомального дегидрокверцетина, комплекс экстрактов тоже более концентрированный. А в геле менее концентрированный, но там мягкие венотоники, там арника, плющ, постельницы лекарственные, то есть именно такие растительного происхождения. И вот этот вот гель для сухой нормальной кожи, он очень хорошо тоже влияет на сосуды, а кроме того, он еще очень хорошо убирает какое-то раздражение и покраснение, то есть иногда бывает, что, ну, какое-то непонятное на коже возникла, возникла какая-то реакция, да, или как-то умылся, неудачно, или там смыл косметику неудачно, еще что-то. Я даже вот его дома всегда такую соточку себя держу, но лосьон-концентрат я всегда использую как тоник личный, я тоже мой личный как бы фаворит, вот, а гель на сухой нормальный, она тоже, как правило, есть, я, конечно, не всегда делаю с ним маски, как обычно мы это любим показывать на семинарах и в кабинете, я, честно говоря, маску с вот этими двумя препаратами, ну, вы, наверное, все знаете, нет смысла ей рассказывать, да, когда мы наносим гель, потом наносим масочку из спанлейса, пропитываем лосьоном, сухым полотенчиком у крылья, через 15 минут у нас фарфоровая кожа. Вот дома иногда даже и некогда этим заниматься, просто гель достаточно нанести и уже минут через 10-15 у меня лицо спокойное, потому что липосомальный дегидрокверцитин это вообще очень классный ингредиент, который хорошо убирает такую вот какую-то иммунореактивность, то есть, когда кожа реагирует непонятно на что, покраснением, да, и надо его быстренько снять. Понятно, да, чем можно, какими можно средствами, как говорится, быстренько что-то скорректировать. Вот, соответственно, если обобщить, да, то обезвоженность кожи у нас, как я уже говорила, да, наступает либо из-за того, что мы мало пьем и быстро теряем влагу, да, либо у нас пересушенная обезвоженная кожа, то есть, нарушена барьерная функция и влага плохо удерживается, либо мы сильно подвержены каким-то агрессивным факторам внешней среды, соответственно, от которых мы тоже должны защищаться. Тут, кстати, важный нюанс это очищение кожи, потому что зачастую люди умываются обычным там, я уж не говорю про тех, кто мылом умывается, хотя такие товарищи тоже есть, и, в общем, постоянно приходится их переубеждать в этом, что жесткое мыло это жесткая щелочь, не нужно его вообще использовать для лица. Соответственно, гели разные для умывания и для душа, они тоже содержат лорет-лориусульфат зачастую, потому что это самые дешевые пенообразователи, такие довольно-таки эффективные именно по устранению загрязнений, но, к сожалению, они барьер наш гидролипидный тоже уносят за собой, и поэтому, конечно, надо предпочитать очищение мягкое, и, ну, естественно, гели очищающие нас же все знают на кока-глюкозиде, которыми даже грудных младенцев можно мыть. Вот, и еще у нас есть, если вдруг кто не в курсе, серия Home Care, не так давно, которая вышла, там есть мусс, очень приятный, очень вкусно пахнущий мусс с алоэ вера, там тоже кока-глюкозид в составе, но там еще есть парочка павов, но мягких, несульфатных, то есть там ТОККЛ-глутамат в составе плоксомер 184, то есть, в принципе, такие мягкие павы, которые можно, например, в мицеллярной воде иногда встретить. И вот этими двумя средствами, если умываться, ну, мусс пожестче, чем гель, чуть-чуть, да, то есть, как бы он больше под снятием макияжа заточен, можно сказать, предназначен, но все равно он гораздо мягче, чем любое средство, содержащее лорет сульфат. Поэтому можно вот умываться как раз мягким чем-то, причем, если кожа пересушенная, обезвоженная, утром, можно не умываться с гелем, некоторые почему-то не знают, думают, что как бы надо обязательно утром, особенно при жирной комбинировании кожи, умыться с гелем, но это на самом деле не так, особенно если за чистотой постельного белья человек следит, и как бы незачем с утра иной раз смывать с адрагентами себе, как говорится, последние липиды с кожи. Можно просто умыться кипяченой водой, например, потому что жесткая вода, она тоже является агрессивным фактором, поэтому если действительно кожа очень сохнет, стягивает, лучше перейти по возможности на кипяченую либо на воду из фильтра обратного осмоса, у многих на кухне краник стоит с обратным осмосом, она мягче, эта вода, и можно ей умываться. И, соответственно, ополоснуться такой водой, потом можно, допустим, такую же салфеточку взять, если вы хотите ощущение вымытости, у некоторых прям пунктик на этом. И потом можно обрызгать себя, рассить тоником, например, разгидролизатом коллагена алоэ вера, он имеет мелкодисперсный спрей, даже тоник для жирной проблемной кожи имеет мелкодисперсный спрей и не содержит сушащих компонентов. По сути, это нормально балансирующий тоник для любого типа кожи, ну, может быть, за исключением очень сухого, которому не нужен вообще баланс вот этот, то есть эксорогамамелеса ему не нужен. Соответственно, опрыскали, или гидролат можно использовать, промокнули салфеточкой, и вот вы умылись, да, и дальше можете наносить сыворотки. Вот, естественно, если не применяли активные сыворотки, вот, до какого-то праздничного периода, можно начать, но не нужно начинать с агрессивных, то есть не нужно брать и перед каким-то ответственным событием или перед праздниками покупать ретидерм 0,25 и начинать его применять сразу, да, потому что это активный ретинол, это средство, которое, собственно, имеет прогнозируемые побочные эффекты, как и любой активный ретинол или третинаин, соответственно, можно получить раздражение, шелушение, и кожа привыкает только где-то месяца полтора или два к нему, и только потом мы там начинаем сначала с трех раз в неделю, переходим постепенно, там, через день, кому-то при грубой коже даже ежедневное применение может понадобиться, ежевечернее, да, но ретидерм это не то средство, которое нужно перед ответственным событием начинать. То же самое относится, в принципе, к альфа-дерму, альфа-дерму это более мягкое средство, там миндальная кислота, там остальные ахо-кислоты, 5% миндальки, 5% остальных ахо-кислот, опять-таки, тоже может быть реакция, да, но альфа-дерм, конечно, помягче, если кожа, например, жирная и склонна к воспалениям, альфа-дерм может ее быстро привести в порядок как раз за эти 2 недели, но надо пробовать, если кожа начинает раздражаться, там как-то шелушиться, ну, к кислотам не очень относится, вот, то тогда сразу отменять, потому что альфа-дерм, конечно, очень хорош в плане противоспалительной его активности, у нас, конечно, есть противоспалительная специализированная с залаиновой кислотой, стопакной, которую все уже, наверное, знают давно, вот, и, как правило, с проблемной кожей сыворотка, она не только с гиперпигментацией, там, гиперкератозом борется, она очень хорошо предотвращает воспаление, потому что миндальная кислота, она вообще хорошо работает с акне, потому что обладает достаточно сильным антимикробными свойствами, и поэтому, в принципе, можно, пробовали, да, альфа-дерм, альфа-дерм, я сама тоже, у меня бывает сейчас от этих масок, как бы, иной раз нижняя часть лица подсыпает что-то, вот, и альфа-дерм мне помогает, кстати, по поводу масок, такой нюанс, так как все сейчас вынуждены носить маски, не нужно пытаться наносить туда кремы, какие-то кремы, гели даже, иной раз, потому что там вот эта парниковая среда, еще мы туда дополнительно что-то добавляем, и те микробы, которые на коже у нас живут, в норме условно-патогенные, они начинают там усиленно размножаться, им эта вся влажная, теплая среда нравится, вот, добрый день, и поэтому я не рекомендую под маску, например, наносить какие-то средства, лучше сразу после того, как вы пришли домой и сняли эту маску гигиеническую, наносить вот как раз средства с кислотами или противоспалительные, или даже тот же самый дешевый вариант, там, пектиновый гель даже взять, который кислый ПАЖ просто имеет, и цитрусовый пектин у него в составе, он тоже за счет ПАЖ регулирует вот эту вот деятельность наших микробов, потому что у нас полезные микробы любят кислый ПАЖ, а вредные, к сожалению, любят щелочной, вот, поэтому я не рекомендую, например, средства какие-то, особенно которые могут дать парниковый эффект, наносить под маску, вот, лучше ничего не наносить, тоником протереть, и, собственно, как говорится, походить в ней, и потом уже дома применить какие-то профилактические средства, тогда меньше вы будете подвержены вот этому явлению, которое сейчас называют маскне, вот, поверх альфа-дерма, Ирин, можно крем использовать, если кожа сухая, или там, допустим, нормально и нужно, но альфа-дерм, он сам по себе самодостаточный по текстуре, то есть он, хоть и ойл-фри, но он достаточно, он похож на крем по текстуре, и там есть комплекс акваксил, как в маске аквудовольствия, то есть который еще дополнительно увлажнение дает достаточно хорошее, там дмай, кстати, в составе, то есть она еще такая, как антиэйдж идет, хотя ее можно, конечно, и в молодом возрасте использовать, но с целью вот именно противоспалительной и профилактики постоспалительной пигментации и устранения гиперкератоза, а уже, как говорится, в возрасте там 35+, уже ее можно использовать и как антиэйдж препарат. Вот, альфа-дерм тоже интересная штука, но опять-таки альфа-дерм, ретидерм, это такой достаточно жесткий антиэйдж, такие достаточно высокие концентрации активов, особенно к ретидерму это относится, поэтому перед каким-то событием альфа-дерм можно, но с осторожностью, ретидерм бы я не стала вообще, то есть уже после Нового года. Вот ретидерм надо начинать, когда вы никуда не собираетесь в новогодние праздники, после того, как Новый год прошел, как раз можно взять ретидерм. Вопрос, ага, подскажите, что с продуктчейс в Краб Юй Фреш? А, кстати, да, о, вот у меня тут, мне тут, кстати, наш менеджер по развитию этой линии принес, как раз презентовал баночку его. Я его, на самом деле, когда тестировали его клиническое испытание, я его тоже пробовала, это скраб для головы, для кожи головы, то есть это гельтек, это новая линеечка натуральной косметики в EU, которую мы запускаем, ну, такое как бы домашнее, то есть это рассчитано на широкую публику, то есть не для профприменения. Это очень классный скраб, на самом деле, кто использует вообще для кожи головы скрабы, да, там основная проблема в чем, либо смывается плохо, либо абразив быстро растворяется, потому что абразив обычный, да, который, например, как скраб энергии обновления, мы не можем на голову нанести, потому что мы потом будем, я не знаю, неделю вычесывать, оттуда и с пьемзу. Поэтому все скрабы для кожи головы, они должны иметь абразив, который способен растворяться, по сути, это или сахар, или соль, в данном случае это соль, и соль тоже, она бывает разная, и, во-первых, и помол разный, и, собственно, опять-таки, степень ее царапучести тоже разная, да, то есть абразивность, и самое важное, за сколько времени она растает, и поэтому, потому что бывает, скрабы нанес и буквально не успел помассировать, оно уже все, ничего нет, вот, а здесь, как бы, на самом деле, такая текстура, сейчас вскрою, мне новенькие принесли, могу показать даже, такая маслянистая текстура, там много вот этого вот солевого абразива, такая вот она, ее надо перемешивать обязательно, перед тем, как вы наносите, то есть можно какую-нибудь ложечку чистенькую приспособить и брать каждый раз чистой ложечкой, его перемешать и потом нанести, по проборам, помассировать, очень вкусно пахнет, на самом деле, и вот как бы вы вот массируете, массируете, она растает, смывается, смывается, она даже содержит там, как бы очищающий, немножечко компонент, который, ну, некоторые говорят, что вот кто не любит там сильно часто мыть голову, там, кто сидит на каких-то совсем-совсем нежных шампунях, что можно им прям помыть голову даже. Действительно, волосы, кажется, что прям после него более чистые, но это как раз нужно там тем, у кого жирная, например, сибария или просто гиперкератоз, жирная кожа, волосы жирнятся, особенно у корней, да, и вот когда начинаете использовать там один раз в неделю, там, максимум два, чаще не надо его использовать этот скраб, ну, любой вот похожий, допустим, да, если он хороший, качественный, то волосы начинают меньше жирниться, вот, и кроме того, когда, например, рост волос чем-то нарушен, да, какие-то, или стрессовые аллопеции, или что-то бывает даже, да, тонкие волоски, которые, когда их структура нарушается, им трудно пробиться через кожу, которая покрыта избыточным количеством роговых чешуек, перемешку с кожным салом и так далее, да, и когда мы скрабируем эту зону, ну, также по аналогии, как лицо или тело, то волоскам пушковым легче пробиться, действительно, облегчается рост волос, понятно, что скраб, возможно, не поможет, при, например, андрогенетической аллопеции, вот, это понятно и логично, но облегчить состояние, может. Вот такая штука, YouFresh Head, симпатичный, и такая увесистая баночка, вот, так что попробуйте, недорогой, и, в общем, мне кажется, что оптимальная такая формула у них получилась, у химиков, у наших, чтобы именно он и не таял слишком быстро, с другой стороны, хорошо потом смывался, и, в общем, на волосах не остается. Вопрос, курс Мерилакс, можно ли постоянно использовать и делать перерывы? На самом деле, Мерилакс можно использовать практически постоянно, единственное, конечно, рекомендуется, когда мы используем пептидные препараты, делать небольшие перерывы, там, месяц-два, например, вот, и курс, например, он может быть достаточно длительный, потому что изначально, вообще, Мерилаксанты были изобретены для того, чтобы продлить действие инъекционного ботулотоксина, потому что, естественно, пептиды Мерилаксанты, они действуют на поверхностное звено, которое участвует в сокращении мышц мимической, да, то есть на рецепторы, которые в эпидермисе находятся, наносить их нужно именно в те зоны, где, собственно, эти мимические сокращения происходят, где эти рецепторы есть, то есть это вокруг глаз, это лоб, это межброви, это переносица, да, ну и, возможно, вот эта зона, где круговая мышца рта сокращается и вызывает вот эти кисетные морщины, то есть, например, наносить Мерилакс на носогубку смысла никакого особо нет, ну, ну, понятно, что может быть что-то там разгладится за счет того, что кожа просто более гладкая станет, потому что он хорошо и увлажняет еще, плюс антиоксидант, там артишок находится, ну, чисто за счет того, что хорошей увлажняющей сывороткой вы там помазали, но самому Мерилаксанту, да, то есть перпептиду аргирелину там действует не на что, потому что это статическая морщина, она атоничной скуловой мышцей, с ползающими вниз компартментами жировыми вызывается, да, вот эта складка, но уж никак не мимической какой-то активностью, потому что все мимические морщины образуются поперек волокон мышц, то есть сокращаются у нас мышцы гордецов, да, образуются вот эти поперечные морщинки, сокращаются у нас два корругатора, образуются вот эти вот мышцы, межбровные морщинки продольные, вот, поэтому Мерилакс можно использовать два раза в день, утром и вечером, можно в принципе использовать один раз в день, тогда медленнее накопительный эффект возникнет, вот, слегка втирая на очищенную кожу, не сразу после кислотных тоников, тоник должен быть не кислотный, либо надо ждать хотя бы там полчаса-час, пока свой PH восстановится, потому что пептиды Мерилаксанты, они чувствительны к PH средству, которое будет после нанесено или до, то есть к PH среды, то есть если ниже 4 PH, водородный показатель на коже будет, то пептиды Мерилаксанты могут инактивироваться, аргирелин, конечно, наиболее устойчивый к этому делу, по сравнению, например, с таким пептидом, как Синейк, аналогичным по действию, но все равно лучше, конечно, сразу после кислых тоников не наносить сыворотку Мерилакс, и не закрывать ее средствами, подобными альфа-дерму или бектиновому гелю, который имеет PH-3 с копейками, условно говоря. Поэтому здесь вот такой нюанс есть еще. Понятно, да, то есть как бы я ответила на ваш вопрос. Перерывы можно, да, делать, чисто чтобы, как говорится, кожа не совсем привыкала, и возможно, это, конечно, к сожалению, не доказано, честно скажу, что там перерывы, они усилят потом эффект при последующем нанесении, но в целом, учитывая то, как изначально эти сыворотки были предназначены для применения, то есть со 2-3 месяца после инъекции ботулинотоксина, мы применяем, применяем, пока совсем не кончится действие ботулинотоксина, при этом оно продлевается там на месяц-два-три при применении таких сывороток, и дальше опять инъекция идет. И поэтому, когда уже мерилоксанты стали применяться, вот эти поверхностные, вместо ботулинотоксина, там уже у каждого, конечно, чувствительность разная, но в основном люди ощущают, как будто бы мимика немножко подмораживается, то есть вроде бы ты хотел бы сощуриться, или там нахмурить брови, но у тебя не получается так это сделать активно, или вот уходит вот эта спонтанная мимика, которую мы не можем контролировать, то есть мы задумались, и вот мы какую-то там мимическую активность осуществляем, а сами ее не контролируем. Вот это вот уходит, поэтому мелкие морщинки, они становятся менее выражены, какие-то глубокие заломы, понятно, на релаксы не уйдут, не нужно, как говорится, обманутые ожидания, чтобы какие-то были у людей. Понятно, что если есть вот эти поперечные морщины на фронталисе, то есть на мышце лобная, которая образовала, конечно же, как мы не будем использовать сыворотки с пептидными релаксантами, мы эти заломы не разгладим. А вот мелкие морщинки, которые вот такие приходящие, или еще не совсем сформировавшиеся, они, конечно, могут вообще уйти. И, естественно, мы предотвращаем образование новых. Значит, вернемся к нашей теме. Реактивность кожи у нас еще, как говорится, может повлиять на наш внешний вид, поэтому, естественно, мы стараемся перед какими-то ответственными мероприятиями использовать то, о чем я уже начала говорить. Не используем агрессивные какие-то средства, потенциально агрессивные, а используем все успокаивающее, все, что может кожу успокоить. Восстанавливаем микробиом, можем взять сыворотку пробиоскин с пребиотиками и пробиотиками, с лизатами бактерий, с аннулином, с альфаглюканом начать им пользоваться, если чувствуем, что кожа стала более чувствительной или мы, допустим, пробили курс антибиотиков или мазали какими-то препаратами, которые ухудшают местный иммунитет. Поэтому здесь как раз пробиоскин хорошо помогает восстановить микрофлору, а когда восстанавливается микрофлора, то, соответственно, как правило, налаживается иммунореактивность кожи. То есть здесь как раз в помощь нам интенсив регенерация. Кстати, интенсив регенерация – это, наверное, самый шикарный гель после бритья, который можно себе представить. Или средство после депиляции. Конечно, как средство после депиляции, оно немножечко дороговатенько получается, но оно того стоит. Если оно заживляет повреждения достаточно серьезные, то микротравмы, которые возникают после депиляции или после бритья с помощью бритвы, это ему вообще, как говорится, нипочем. Очень быстро все заживает. И вот для мужчин, например, очень хорошо в качестве средства после бритья иметь гель-интенсив регенерацию. Он не содержит антисептических компонентов, не содержит спирта, естественно. Поэтому, если есть микротравмы, то понятно, что после бритья хорошо бы 0,05% хлоргексидина сперва протереть кожу у мужчины, если он где-то порезался. А потом уже для заживления используется интенсив регенерацию. В плане хлоргексидина сразу предваряю, так как я упомянула, что им не надо пользоваться постоянно никому, потому что это, опять-таки, убивает нормальную микрофлору. Но если есть повреждения, то его всегда нужно обеззаразить. То есть протереть антисептиком, допустим, хлоргексидином или антинесептом, без спирта. Про тусклый цвет и атоничную кожу мы с вами уже, в принципе, поговорили. Какие могут быть причины. И, соответственно, что мы можем с этим сделать. И еще раз обобщить. Те компоненты косметики, которые надо искать в составах для того, чтобы, как говорится, привести кожу в порядок достаточно быстро, это, как правило, интенсивно увлажняющие компоненты, которые либо проникают глубоко и увлажняют изнутри, такие как маломолекулярные формы гиалуроновой кислоты или пептид дифопарин, например, который в составе сыворотки 3D-увлажнение у нас есть. Либо это компоненты, ну, точнее, лучше, чтобы и те, и другие, конечно, присутствовали, компоненты, которые запечатывают влагу в эпидермисе. То есть это хитозан, это кометис альмпиниш-шиповатая, это высокомолекулярная гиалуроновая кислота, это компонент фукагель, то есть биосахаридная смола, как в нашем, в пробиоскине, как в увлажняющем геле Плюс. И, собственно, увлажнению способствует такой компонент, как акваксил, глюкоза с ксилитом в маске, глюкоза с ксилитом, это маска акваудовольствия, это сыворотка, кстати, с кислотами альфа-дером тоже содержит акваксил, как я уже сказала. И, собственно, какие-то компоненты, которые помогают другим увлажняющим компонентам проникнуть поглубже, например, та же самая молочная кислота или ахокислоты другие, то есть, опять-таки, альфа-дерм комплексный такой препарат, но применяем с осторожностью, потому что все-таки кислоты и может вызвать какую-то такую повышенную чувствительность кожи. И это, конечно, эпизодическое использование, то есть один-два раза в неделю энзимной пектиновой маски. Витамин Е, он как антиоксидант идет, тоже способствует повышению уровня увлажненности. Увлажненности глицерин, тоже, опять-таки, который некоторые почему-то боятся. Если вы не покупаете средства, которые предназначены для внутреннего рынка, например, Таиланда, с более чем 50% глицерином или почти 100%, то глицерин сделает только хорошее. То есть это классный совершенно увлажняющий компонент. В европейскую косметику в России она тоже относится к этому же региону, можно сказать, климатической зоне глицерин больше 4-5% в составе средств вы не встретите. Ну и сосудоукрепляющие компоненты, которые тоже, помимо того, что они укрепляют сосуды и улучшают реологию крови, они повышают тоже уровень увлажненности. Как известно, влагу мы получаем в основном из крови. Значит, что влияет на реактивность кожи? Как я уже тоже сказала об общении, гиалуроновая кислота, так как мы восстанавливаем барьерную функцию. Опять-таки барьерную функцию мы можем восстанавливать средством гель-церамидский инсейвер, то есть когда мы восполняем недостаток церамидов, липидов эпидермальных, когда мы фактически моделируем гидролипидный барьер снаружи для того, чтобы держать влагу и для того, чтобы снизить реактивность кожи, убрать ее с ухости и так далее. Это проэпребиотики, это опять-таки тот же самый хитозан и кометицезальпиния шиповатый, это всем известный сок алоэ вера, который обладает успокаивающим эффектом, это депантенол, это бета-глюкан, который вместе с депантенолом, например, в геле интенсив регенерация очень хорошо тоже успокаивает кожу. То есть это как раз то, что нужно искать, когда кожа реактивная в составе средств. И что у нас влияет на тонус, то есть на микроциркуляцию, на цвет лица, то есть на его такой здоровый вид, это любые сосудокрепляющие компоненты. Опять-таки смотрим антикуперозный гель, смотрим ту же самую сыворотку актив лифтинг с кофеином, по уланам смотрим тот же самый гель для сухой нормальной кожи Нео и лосьон концентрат Нео с кучей совершенно вазопротекторов. Кстати, такой тоже лайфхак небольшой, но многие, наверное, тоже опять-таки об этом знают, антикуперозный гель, если вдруг не подошел на лицо, где сосуд у нас близко, кожа более реактивная, прекрасно можно всегда допользовать на ноги в качестве антиварикозного средства, потому что там собраны, наверное, все сосудокрепляющие компоненты, которые только можно себе вообразить. Если просто посмотреть состав, там и конские каштаны, листья красного винограда, и троксирутин, как в троксивозине всем известном, и, соответственно, никотиновая кислота. То есть это все можно использовать и на нижней конечности, при том, что там, как правило, никаких покраснений, никаких реакций не возникает, просто потому что кожа более плотная и грубая, и менее реактивная, и можно спокойно, как говорится, допользовать это туда, если лицо, ну, прямо уж совсем, да, не привыкло, не восприняло, и вот эту никотиновую кислоту плохо переносит. Соответственно, витамины, опять-таки, всякие, например, даже у нас вот в кремовых текстурах появились витамины активные, аскорбиллюкозит, витамин С, витамин Е у нас, витамина в сыворотке, витаматрикс, но это как бы не сыворотка, а крем на самом деле, он просто называется антиоксидантный коктейль, все думают, что это сыворотка, на самом деле, это самодостаточный крем, дневной, потому что он содержит светоотражающие частички, в серии Хомкер находится, и содержит достаточно активные витамины тоже, то есть получается и, как бы, декоративная такая у него функция в некотором роде, да, и питание, и увлажнение, и плюс еще есть витаминчики, то есть антиоксидантный такой у него хорошее действие. Вот, то есть, в принципе, если мы знаем, что в составе искать, то мы решим любую проблему по возможности. Вот, компоненты, которые предотвращают именно образование морщин, это пептиды, о них мы уже поговорили, это ретинол, который, естественно, нам лучше использовать, когда нам не предстоит какое-то событие, как говорится, ответственное. Ну, понятно, что есть люди, которые регулярно используют средства с ретинолом, и для них это 0,25% концентрация, в общем, вообще не страшна никоим образом, то можно, конечно, и использовать, но если мы никогда не использовали активный ретинол по своим свойствам, похожий очень, ну и практически заменяющий третинаин, который не разрешен для использования в косметических средствах, здесь надо быть осторожнее, да, и когда мы покупаем средства с ретинолом активным, да, не какой-нибудь там полиметат в конце состава с антиоксидантной функцией, а именно активный ретинол, то надо внимательно прочесть инструкцию, режим применения, и учесть все-все нюансы, но у нас на эту тему очень много есть информации на канале YouTube, поэтому я не буду на этом подробно останавливаться, и плюс есть видеообзор в карточке препарата, который всегда можно посмотреть. Также на морщинки, особенно вот эти вот тонкие линии, вызванные больше обезвоженностью кожи, нежели мимической активностью, влияет как раз гиалуроновая кислота низкой ультрамолекулярных фракций, причем доказано, что именно низкой ультрамолекулярной фракции, они могут еще и сигнальную роль играть, стимулируя, например, вырубку коллагена и эластинной эпидермиса, то есть они еще на фибробласты действуют, которые структурные белки вырабатывают. Также антиоксиданты, также аналоги стволовых клеток, и ДМА, как известно, лифтинговый компонент, как раз они влияют именно на морщинки. Вот какие, собственно, процедуры мы можем делать в салоне, быстренько пробегусь, чтобы нам, опять-таки, тоже не очень долго задерживаться. Еще я вам обещала лайфхак про похудение, быстрое. Значит, что мы можем делать в салоне? В салоне мы можем делать все, что не агрессивно. То есть самые любимые варианты – это любые форезы, то есть это может быть ультрафонофорез, это может быть ионофорез, это может быть электропорация. Как правило, вводим, ну, золотой стандарт – это гель-коцентрат с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. Также можно форезом работать по гелям из серии «НЕО», то есть антивозрастной гель «НЕО» с антиоксидантами или липосомальным дегидрокверцитином. Гель «Сухой» нормальной кожи «НЕО» тоже с липосомальным дегидрокверцитином и уже растительными экстрактами и венотониками. То есть, в принципе, форезы мы можем делать с любыми активными препаратами, в зависимости от того, какой пациент пришел, какая проблема преобладает. И после форезов, например, очень хорошо делать вот эту маску фарфоровой кожи, которую много называют, многие ее так назвали. Когда мы берем гель для сухой нормальной кожи «НЕО», наносим на лицо, закрываем масочкой одноразовый спанлей, сопропитываем его кисточкой, лосьоном концентратом «НЕО» и сверху кладем сухое полотенце. Такую процедуру многие очень любят, потому что эффект получается как практически от коллагенного листа или альгината, при этом себестоимость 5-рублевая маска и 3-4 мл геля и лосьона, в общем, где-то, наверное, рублей 30 максимум, а то и меньше будет стоить. Такая манипуляция, но при этом результат до и после очень хороший. После пилингов, в принципе, можно, но зависит тоже от пилингов. Иногда мы после пилингов ничего, кроме завершающего геля, не кладем. Если это какой-то поверхностный, не очень агрессивный пилинг, то можно и маской завершать. После чисток очень хорошо, когда кожа такая раздраженная, немножечко такая неспокойная, а пациенту надо выйти в люди. Как раз мы после глиняной маски, когда мы ее смываем, мы же кладем еще маску успокаивающую, вот эту, и пациент уже идет совершенно нормальным лицом после чистки. Комплексный. Закрывать, соответственно, форезы мы будем, опять-таки, подбирая средства по типу кожи. Ну, самый популярный вариант – это Витаматрикс, потому что он светоотражаечки содержит, и, собственно, такой дает еще дополнительное сияние, придает. Ну, если кожа, например, более жирная, такая склонна к жирному блеску, то можно взять увлажняющий крем, он полегче немножко, совсем как молочко легкий, ну, наш универсальный, вот этот вот, который все знают. Под финальные кремы можно активные сыворотки, естественно, наносить, зонально, послойно, как говорится, все зависит от того, какие проблемы, опять-таки, мы ими хотим решить. То же самое релакс втереть в места с мимическими морщинками, тот же самый актив лифтинг нанести на лицо и шею, да, чтобы немножечко подтянуть кожу, тонус улучшить. И, соответственно, если мы успеем сделать несколько процедур, да, ежедневно или через день, то, естественно, эффект будет лучше, да, от любого фореза, потому что это классическая физиотерапия, так же, как и микротоки, так же, как и лазерная терапия, то есть лазерная биоретализация. Чем, как говорится, ближе курс к классическому курсу, да, из 10 ежедневных или через день процедур, тем больше будет выражен копительный эффект. Соответственно, помимо форезов мы микротоки можем делать. Микротоки – это прекрасная процедура на выход, хотя, конечно же, накопительный эффект он от курса только может быть, да, который будет 2-3 месяца держаться. Но при атоничной усталой коже, конечно, микротоковая терапия, особенно когда есть отечность, постожность, микротоковая терапия – это такая, как бы, процедура выбора. Естественно, классическая микротоковая терапия, которая делается не домашним аппаратом по массажным линиям, а с соблюдением всех нюансов именно классической профессиональной процедуры микротоковой терапии. Вот, и для самого проведения этой процедуры у нас, в общем-то, в принципе, каких-то дорогостоящих средств не надо. Достаточно взять хороший электропроводный гель, тонизирующий или пектиновый. Единственное, чего я предостерегаю, это от использования гелей пустышек всяких, потому что некоторые пытаются в такой степени экономить, что берут какой-нибудь униогель наш, который для диагностических исследований применяется, гель с солями, с обычными, да, ну, с солью, с натрий хлор, вискалихлор, вот, и по нему делают микротоки, то есть вот этот гель пустышка с солями лежит на коже лица и шее, вместо того, чтобы лежать на лице к хорошему гелю с активами, да, 30-40 минут лежит, там вот это обычные полимеры с солями. Вот это, конечно, не стоит делать ни в коем случае, потому что, да, от самих микротоков, конечно, какой-то эффект вы получите, но можете параллельно получить и раздражение кожи от соли, потому что в электропроводные гели диагностические добавляется, естественно, обычная, можно сказать, соль, которая позволяет этому гелю стать более электропроводным. Поэтому надо брать любой гель для лица, не обязательно с какими-то прямо дорогостоящими компонентами, как, например, низкомолекулярная гиалуроновая кислота, вот она точно при микротоках не нужна. Вот, берем тонизирующий гель, берем гель пектиновый, берем любой гель, там, например, для зрелой кожи формула-1 с соком алоэ вера, если кожа чувствительная, тот же самый увлажняющий гель, увлажняющий плюс, и делаем процедуру. Вот, потом опять-таки можно сделать маску, либо на сыворотке положить альгинат, либо сделать опять-таки маску фарфоровой кожи, и, соответственно, чем, как говорится, больше у нас этих процедур будет в курсе, да, ну, естественно, не больше 10, тем выраженнее будет накопительный эффект. И процедуры форезы я всегда рекомендую предварять нанесением энзимной маски, причем, так как это не чистка, ее не надо класть под пленку, можно сделать массаж влажными руками, это уже будет хороший задел, да, начало процедуры, когда мы делаем какую-то массажную технику, хотя бы 15 минут пациенту. И потом уже мы ее смываем и делаем основную процедуру. И если мы делаем курс, да, тогда у нас, соответственно, не чаще двух раз в неделю энзимную маску можно использовать, как любой легкий пилинг. Получается, что на первой, пятой и, там, десятой процедуре у нас будет энзимная маска, остальные процедуры будут начинаться просто с поверхностного очищения тонизации и нанесения геля, по которому мы будем работать. Понятно, да, вот этот момент. Соответственно, также лазерная биоритализация по геликонцентрату с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой очень хорошо тоже работает, как... Да, у нас... А по Мустангу посмотрите, у нас у меня много, на самом деле, информации на канале в YouTube по Мустангу 2000+, достаточно подробно, и можете туда зайти и поискать просто лазерная биоритализация. Вот за последний год у меня даже там прям для студентов, когда был период изоляции, нельзя было провести очные семинары, я делала, и, по-моему, ребята его выложили. Там прям даже я показываю, как аппарат включать, как что с ним работать. Вот, можно поискать именно на канале в YouTube. Вот, потому что информации там по именно Мустангу 2000+, много. Мустанг 2000+, это хороший классический физиотерапевтический аппарат, при помощи которого как раз лазерную биоритализацию сном и делают. Вот, а как гель для биоритализации используется гель-концентрат с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. Вот, и кроме вот этих вот аппаратных процедур, да, очень хорошо перед... Вопросы, кстати, можно задавать там под видео. Мне ребята пересылают, я на них отвечаю. Вот, а еще можно, в принципе, если какие-то конкретные прям вопросы, можно мне на почту написать, либо написать на инфо собакагильтекмедика.ру и в теме написать письмо, письма, что это вопрос косметологу. Правда, иногда они не сразу ко мне доходят, а иногда в спам падают, поэтому как бы даже, может быть, надежнее под видео вопрос задать, как вариант. Значит, смотрите, еще последний вариант процедур, не повреждающих, которые тоже хорошо перед каким-то событием делать, это курс ручного массажа. То есть, если вы умеете делать хорошо, например, хиромассаж или какую-то еще массажную технику, такую вот как бы антенечной направленности, то, например, 4-5 ежедневных процедур, либо там через день, они тоже могут очень хорошо привести кожу в порядок. И тоже не забывайте, если вы делаете массаж, например, хорошо очень использовать такой лайфхак, то есть, предварять массаж лица, массаж воротниковой зоны. То есть, сначала вы сажаете пациента возле кушетки, обняв подушку, делать ему массаж воротниковой зоны небольшой, хотя бы минуточек на 10, потом уже пациент ложится, вы его умываете и, собственно, продолжаете процедуру уже классического вашего какого-то массажного воздействия на область лица, шеи и декольте. И, соответственно, массаж можно делать по нашему питательному массажному крему с поапельсин, но, естественно, надо понимать, что массажный крем с поапельсин – это больше питательный крем, по которому можно делать массаж, чем массажный крем, который можно использовать как питательный. То есть, его достаточно большой идет расход на какой-то длительный массаж, если вы делаете. Можно его, в принципе, комбинировать с маслами, Просто он изобретен был именно как раз для того, когда пациент вообще не переносит массаж по маслу. Но комбинировать его, если пациент нормально переносит, можно. И, собственно, не будет такой вот повышенной жирности, которую многие не любят, когда делают чисто по маслу массаж. Для сравнения, на примерно полчасовой массаж по спа апельсину вам понадобится его столовая ложка с горкой. И, естественно, просто масло, оно будет, конечно, экономичнее, но не все любят масло. У многих после масла идет высыпание, забиваются поры. Ну и вообще есть пациенты с жирной, особенно кожей, которые массаж не против сделать, но масло они просто вообще категорически не переносят. И, соответственно, после массажа, опять-таки, хорошо делать маски, хорошо. Естественно, массажные средства надо всегда смыть. Даже если вы закрываете массаж этим же кремом, он может использоваться в регулярном уходе. Он, собственно, для этого и был придуман. Массажное само средство, то есть та порция крема, которую мы использовали для массажа, мы, конечно, смываем. Потому что она будет в перемешку со слушанным эпителием и так далее и тому подобное. То есть мы всегда массажные средства смываем. А дальше уже можем, как говорится, либо продолжить процедуру, либо даже этим же кремом закрыть, только свеженьким. Да, массаж комбинировать можно с лазерной биоревитализацией. Единственное, что, например, когда мы делаем саму процедуру лазерной биоревитализации, я делаю массаж влажными руками по энзимной маске, например. Предваряю эту процедуру. Естественно, не каждую, если делаем курс, а там первая, пятая, десятая в курсе. А если мы, допустим, проводим классический массаж, то, естественно, массаж делается в другой уже день. То есть не сразу. Потому что две нагрузочные процедуры на одну и ту же анатомическую зону, они по законам классической физиотерапии нежелательны. Потому что нам не всегда нужно, как говорится... Я на всякий случай, чтобы перебдеть, я сказала, но я думаю, что вы так и делаете. Потому что нам не нужно, как говорится, загонять эту загненную лошадь, все время бить кнутом, для того, чтобы подстегнуть, как говорится, ее бег рысцой. И иногда нужно и овса подкинуть. Поэтому, естественно, мы на одну и ту же зону много не даем нагрузки. А вот, допустим, сегодня биоритализация, послезавтра массаж, а еще через день опять биоритализация, так можно. Единственное, что если это касается лазерной биоритализации, конечно, я сторонник того, чтобы делать процедуру именно согласно ее классической направленности. То есть или ежедневно, или через день. Поэтому, если мы какие-то большие перерывы между самими процедурами лазерной биоритализации делаем более трех дней, то у нас, конечно, накопительный эффект формируется хуже, чем если мы будем делать подряд. А если еще и в первой половине дня будем делать, то это вообще замечательно, потому что, согласно законам хронобиологии, считается, что именно лазерная биоритализация, вот это вот воздействие, оно в первой половине дня более продуктивно. Значит, классический протокол здесь у меня, как говорится, приведен. Ну, это, наверное, даже и незачем разбирать. Всегда у нас идет поверхностное очищение, всегда у нас идет глубокое очищение, если, как говорится, это не ежедневно делается. После этого мы всегда тонизируем кожу, обязательно, чтобы восстановить ПАЖ и дочистить кожу от каких-то балластных веществ, которые там на ней остались после умывания. И потом наносим уже активные средства, по которым мы проводим аппаратную процедуру. Или, если это массаж, наносим массажный крем. Потом мы убираем остатки средств, по которым делали процедуру, если их нужно убрать, иногда их можно оставить на коже. Вот. И дальше мы делаем какую-то маску восстанавливающую, успокаивающую. Опять-таки, ту же самую фарфоровую кожу, или генат, или коллагеновый лист, или биоматрикс, ну, все, что в вашем, как говорится, арсенале есть. Причем, если мы делаем курс процедур, мы можем чередовать. Сегодня одну маску сделали в завершении процедуры, завтра мы сделали, допустим, кремовую питательную маску в завершении процедуры. После завтра генат положили, пациент очень любит такое разнообразие. И, на самом деле, это хорошо на кожу влияет, потому что мы на разные, как говорится, мишени воздействуем зачастую. И дальше мы закрываем каким-то финальным средством эту процедуру, либо витаматриксом, либо увлажняющим кремом. Вот у нас еще появился, ну, не так давно, крем-сыворотка для век с эффектом лифтинга, то есть на зону вокруг глаз можем нанести кремовый препарат, а не только противоотечный гель, который у нас был всегда. Единственное, что там в составе кофеин, поэтому при очень сухой коже иногда кофеин подсушивает чуть-чуть эту зону. Поэтому, если пациент в домашний уход покупает крем-сыворотку для век с эффектом лифтинга, надо понимать, что там кофеинчик есть, он будет убирать отечность, он будет уменьшать выраженность темных кругов, но немножечко может кожу подсушить. Поэтому у кого очень сухая кожа, прям дряблый век, плотность кожи он, конечно, улучшит, особенно если его долго применять, потому что там пептид последнего поколения Морфомикс, Матриксил Морфомикс находится, но может немножечко подсушивать, поэтому иногда питательное какое-то еще сверху средство нужно, но я вообще не очень люблю тяжелые какие-то текстуры в зоне вокруг глаз, потому что кожа тонкая, очень часто питательные текстуры провоцируют кистообразование, то есть милиумы начинают вылезать у некоторых людей, и поэтому чем легче, конечно, текстура вокруг глаз, тем лучше. Да, и сыворотку я тоже это люблю, еще и использую ее иной раз нетрадиционным способом, как крем для всего лица и шеи. На самом деле то, что хорошо для век, всегда хорошо для шеи, но учитывая то, что продается у нас наша крем-сыворотка для век с эффектом лифтинга в очень таком экономичном формате, не как принято продавать кремы для век по 5-15 мл, а нормальная тридцатка вот такая, то, естественно, можно спокойно использовать при ее стоимости, особенно для специалистов, и как полноценный крем ночной для всего лица. В домашнем уходе опять-таки мы используем все активненькое, то, что мы уже обсудили, то есть активные сыворотки, утром ветроматрикс или увлажняющий крем, не используем агрессивные средства, используем вечером сыворотки, и опять-таки следим, чтобы не наносить, например, сыворотки с пептидами и релаксантами после кислого тоника или под какие-то кислые кремы. Дополнительный интенсивный уход два раза в неделю мы делаем энзимной маской, после нее мы кладем уже какую-то маску активную, или аквоудовольствие толстым слоем, либо делаем маску фарфоровой кожи, если у нас есть в арсенале гель для сухой и нормальной кожи Нео, и лосьонка Циртат Нео, и салфеточки, да, или одноразовые масочки. И очень важно, делаем ежедневно ручной лимфодренаж, который я показала в начале нашего вебинара. Вот, и теперь вернемся мы к телу. Как я и обещала, поделиться своим лайфхаком, когда нужно пару-тройки килограмм скинуть быстро, да, без каких-то особых жестких ограничений, потому что, ну, не все могут прям вот устроить себе отрицательный баланс калорий и такое прям выраженное голодание, потому что это тяжело переносится, особенно когда ты не сидишь дома, да, а работаешь, да, у тебя может закружиться голова, у тебя может быть нарушена толерантность вообще к глюкозе, и ты не можешь без еды, да, долго находиться. Поэтому рекомендовать, например, какие-то жесткие, ограничения в питании я бы не рискнула, да. Что лично я, например, делаю, когда мне нужно, условно говоря, влезть в штаны любимые, да, вот, как бы и не получается. На самом деле я убираю полностью сахар, включая фрукты. Ну, то есть, конечно, я могу съесть там одну мандаринку в день, но я не ем бананы, не ем виноград, который, то есть, очень много, на самом деле, содержит сахара. Я убираю сахар из напитков, ну, максимум, что я могу, там, один раз в день в чай пол-ложечки меда положить. Вот, и то, когда я убираю добавленный сахар, это действительно хорошо очень влияет, и буквально там без одного только сахара, да, может килограмм, там, полтора-два в неделю уйти. Кроме того, естественно, я ограничиваю немножко порции, но я и так, как бы, не так много ем, в плане накладывания себе каких-то больших порций еды. Вот, поэтому это для меня, как бы, не проблема, а убираю все мучное, да, то есть, убираю сахар, убираю выпечку, то есть, хлеб любой. Тоже, особенно в который входит пшеничная мука, я пока не ем. Понимаю, что это не навсегда, вот, и это меня греет. Вот, и стараюсь пить побольше воды, чтобы запустить, как бы, вот это вот все, что касается задержки жидкости организма, да, при желании, конечно, если прям у вас нет зависимости такой от кофе, лучше, конечно, на время отказаться от кофе, потому что кофе, он, к сожалению, задерживает жидкость, очень активно, хотя, казалось бы, да, он мочегонному эффекту способствует, но жидкость задерживается интерстициально в организме, и отечность может появляться. Поэтому, если есть возможность отказаться от кофе или оставить там хотя бы чашечку с утра себе без сахара, то, как говорится, лучше это сделать. Вот, и что еще важно, да, и что помогает быстро скинуть какое-то небольшое количество килограмм, то есть это я не говорю о каком-то быстром похудении на 10 килограмм, это именно вот полразмерчика убрать, объемы, вот чтобы ушли, да, без привязки к физическим нагрузкам. Конечно, если вы там начинаете делать еще и зарядки при этом, какие-то упражнения, то это, конечно, улучшает ситуацию, да, но не всегда есть возможность и желание. Но вот хорошо бы некое подобие интервального голодания использовать, да, но стараться, конечно, не насиловать себя, условно говоря. То есть вот эти все пресловутые «не есть после 6» или «после себе», они в основном хороши для тех, кто ложится спать в 10. Вот, и когда ты ложишься спать в 2 часа ночи, то «не есть после 6» сложно. Но после 6 или там после 7 можно просто не есть калорийную пищу, да, то есть захотел покушать, во-первых, первым делом надо выпить стакан воды или полстакана воды, потому что иногда маскируется вот это вот чувство голода и чувство жажды, и у нас организм не всегда может четко идентифицировать. Вот, поэтому вы пили водички и уже меньше съедите, да, потом вы съели там или огурец, или яблоко, то есть что-то не очень калорийное, или в конце концов съели какой-нибудь творожок в небольшом количестве, там 100-граммовый какой-нибудь детский, причем не обязательно гнаться за обезжиренным творогом, да, есть информация о том, что это не самая даже полезная еда, и лучше съесть там 5 или 9 процентный, чем 0 процентный. Поэтому вот так вот перебиться чуть-чуть, да, и потом уже, как говорится, стараться, там или стакан кефира, кто любит, да, выпить или чего-то такого подобного кисломолочного, если нет какой-то реактивности на молочные продукты. И, собственно, вот такой вот режим, да, ну и в течение дня стараться тоже, конечно, не есть там какую-то откровенно жирную пищу, да, жареные, а просто мясо да овощи, как говорится. Причем овощи лучше, чтобы преобладали сырые, чем тушеные, потому что все-таки тушеные овощи у нас организм воспринимает, ну, практически как углеводы, и поэтому если у вас там, допустим, в сутки овощей будет 20% каких-то тушеных обработанных и 80% сырых в виде там каких-то салатиков, то, в принципе, это очень хорошо повлияет на тоже снижение веса. Я, конечно, сразу могу сказать, что, например, лет до 40 мне было очень легко скинуть 3-5 килограммов там за неделю, за две. Сейчас это делать гораздо сложнее, но вот такая схема лично для меня работает. Я, конечно, не хочу сказать, что все должны делать так же, потому что у всех по-разному организм, как говорится, работает. Это у кого-то могут быть какие-то проблемы с поджелудочной железой, у кого-то могут быть проблемы с какими-то патологиями, даже КТ. И не всегда подходят, например, длительные перерывы без приема пищи. То есть это не всегда полезно, потому что начинает инсулин повышенную, как бы выработка его идет, когда человек голодный. Но, по сути, попробовать сделать так, чтобы организм сам регулировал кратность приема пищи, то есть именно ориентироваться на чувство голода. Это всегда хорошо. Но для меня работает убрать хлеб, сахар и стараться не есть что-то калорийное вечером. И, в общем, в принципе, за пару недель 3 килограмма уходит спокойно. Вот потом дальше уже сложнее, но вот лишнее оно уходит. Поэтому, если кому-то будет полезен такой мой лайфхак, пробуйте, рассказывайте в комментариях потом на Ютубе, под этим видео, помогло ли, и что вообще получилось. Будем делиться опытом с вами. Соответственно, ну вот и не забывайте про питье. Некоторым хорошо с минералочкой, как говорится. Но минералочку желательно не такую прям, которая минеральная, а именно столовая, которую можно без ограничений пить, то есть без всякого большого количества добавления карбонатов или каких-то, то есть есть кислые вода, щелочные, нет. Вот это не нужно. Именно столовая такая нейтральная вода, или в конце концов просто вода, отфильтрованная обратным осмосом. Или зеленый чай, например. То есть как бы вот такой вот, собственно, простой способ без особого какого-то мазохизма. В общем, на этой оптимистичной ноте я, наверное, буду завершать. И под конец я просто еще хочу сказать, повторить, наверное, несколько средств в СОС, которые нам могут пригодиться после праздников. Это, в первую очередь, противотечный гель для кожи вокруг глаз, который можно, в принципе, наносить, особенно пользуясь лимфодренажными движениями, которые я показала в первой трети нашего вебинара. На все лицо его можно использовать. Он немножко снижает отечность, если она не вызвана какими-то внутренними патологиями. Маска Акваудовольствие очень хорошо восстанавливает микроциркуляцию, тоже улучшает цвет лица. Ну, помимо того, что увлажняет глубоко, ее можно делать хоть ежедневно, в отличие от энзимной маски. Главное, ее класть толстым слоем. Прямо вот сантиметр, миллиметр. То есть она должна лежать как на лице, как такой гидрогелевый пэтч, если вы себе представите. Силиконовый какой-нибудь или гидрогелевый. Вот она должна не подсыхать, то есть не превращаться в пленку на коже за все время экспозиции. Даже иной раз можно ее сбрызнуть тоником. И потом, после 20-минутной экспозиции, вы просто берете опять-таки влажную салфеточку, можно сбрызнуть ее тоником, чтобы не водой лишний раз, и просто снять остатки маски, нанести крем. Вот, гель царамидскинсейвер, палочка-выручалочка в зимний период, который вот только у нас вышел. Прямо вот всем рекомендую. Кстати, промокод сейчас еще расскажу, который на скидку, и который суммируется с нашим акционным промокодом, который идет от 3000 рублей. Я вначале это давала, сейчас в конце дам, потому что у нас, как правило, когда выкладывают на YouTube видео, эту информацию, когда фиденциальную обрезают, вот, с промокодами. Значит, сыворотка 3D-увлажнение, которое очень хорошо убирает обезвоженность, плюс гиперчувствительность, потому что там еще сукало и вера, достаточно большой концентрации, там все три вида гиалуроновой кислоты и пептид дифопарин, который как раз регулирует транспорт влаги из глубоких слоев кожи, то есть из капилляров дерми в эпидермис. И, конечно же, гель интенсив регенерации, которую мы используем при каких-то повреждениях на коже, в том числе, когда она обветрилась, где-то гуляли там, проводили время в каникулы, где-то на воздухе, катались там на каком-нибудь, как он называется, не квадроцикл, который с полозьями, вот, на снегу, короче. И, соответственно, естественно, вечером можно кожу немножко подвосстановить, нанести интенсив регенерацию. А вот гель царамид скинсейвер как раз можно использовать как защитное средство от мороза. Вот такие вот, наверное, соцсредства и лайфхаки могут вам пригодиться. Будем надеяться, что наша сегодняшняя беседа была вам полезна. Вижу вопросик, Ирин, можно детям на губы, можно взрослым на губы, вообще шикарно на губы, даже хейлит убирает у некоторых, вот, бывает такая вот, заеды такие бывают. Ну, кстати, когда есть заеды, особенно у детей, посмотрите, не содержит ли паста зубная автор. Очень часто автор, содержащий пасты зубные, вызывают вот эти вот заеды. Поэтому можно использовать на кутикулу вообще шикарно, как бы, ну, как праймер под мейк, и на локти тоже очень хорошо. Вот.